Итак, всем добрый день. Первый день сегодня после Песоха. И мы сегодня проводим, я провожу урок не с обычного нашего места, а из дома. Чуть-чуть темновато здесь. Если включить свет, могу включить свет, то будет посветлее. Всем привет. Кто сегодня? Кто сегодня на уроке? Влад Косов смотрит. Отлично, Влад. Все. Значит, сегодня у нас будет небольшой короткий урок. Мы как раз заканчиваем пятую главу. У нас осталась в пятой главе Виктор Комиссарук, Мойши Хаим. Как дела? Как прошел Песох? И, значит, мы сейчас заканчиваем уже пятую главу. Как раз я написал уже комментарии с сегодняшнего дня и дальше. В общем, скоро перейдем на шестую. Итак, значит, девятнадцатый отрывок в пятой главе. То есть до этого мы говорили вообще все было о женщине легкого поведения, которая плохая женщина. И, значит, вот эта плохая женщина, она сравнивается с чуждыми идеологиями, с чуждой философией. Что есть философия Торы, да, подход к жизни, мировоззрение Торы. Есть мировоззрение Торы, которое человек получает от Бога. Мировоззрение Торы. И оно очень четко, очень понятное. Зачем жить, почему жить, как жить, что выполнять, что не выполнять, с кем советоваться, что важно, что не важно. То есть абсолютно четкая, понятная система, которую дал Бог, да. И интеллект человека, он как компьютер пустой, без программы. Когда человек рождается, то этот интеллект заполняется программами, знаниями, как работает этот мир, для чего жить и так далее. То есть он просто заполняется программами. А потом выбор идет между вот этими знаниями, которыми заполнился интеллект. Так вот, если его заполнит Торой, то тогда у тебя выбор идет по Торе. Ты все время выбираешь ту заповедь сделать или другую заповедь сделать. То есть у тебя ты в любом случае в плюсе. Если же у тебя интеллект заполнен знаниями другими, то, что сравнивается в притчах с женщиной чужой, женщиной, ну, которая как бы, ну, просто, знаешь, есть женщина, которая занимается, древнейшая профессия, то, что называется, да. То эти все идеологии, они пустые очень, очень пустые. Теперь, значит, девятнадцатый отрывок, девятнадцатый отрывок, он такой. Айелет аавим вайалат хэн дадея ирвуха. Беколь эт. Значит, он вообще непонятный. Айелет это ланя. Вот такая ланя. Любимая ланя. Вайалат хэн. Айяэль это тоже ланя. Только, знаете, есть разные виды лани есть. Лани это такие, которые, они в горах живут. Вот если в Израиле, они такие лазят по горам, эти Яэли, Айелет, они все такие разные виды козочек таких, да. И они очень прыгают высоко в горах. Как они там живут, вообще непонятно. И сравнивается Тора с вот этими вот козочками. Почему? Потому что они дают любимые козочки и любимые вот эти вот приятные серны. Потому что слова Торы, они как бы наполнены любовью и приятностью. И они еще идут сверху, с неба, с гор. Значит, Дадея и Рвуха Беколь Эд. И ты можешь пить из ее груди, ты можешь пить в любое время. То есть Тора, она бесконечна. В Торе есть множество, множество есть разделов. Есть 70 лиц у Торы. Хочешь учить письменную Тору Хумаш. Хочешь учить Анах, как вообще там воины, завоевания. Книга царей, книга Еушуа, книга пророк Шмуэль. Хочешь учи Мишли, это как психология Торы, психология мира, как все работает. Хочешь учить Талмуд. Талмуд и ты разбираешься, там вообще разбираются все возможные аспекты жизни с такими спорами. Там так интересно вообще. Хочешь учить Кабалу. Кабала это вообще как устроено все мироздание до Бога. То есть ты можешь в любое время, в любое время ты можешь пить из груди, как бы, да, вот это вот молоко, любимое и приятное из слова Торы. Бе-авата тишге-тамид. И ты можешь вот этой вот любви предаваться всегда. То есть здесь опять же, если идти по прямому тексту, это же Мишли притчи. Речь идет о женщине, которую ты любишь и с которой ты, до этого он говорил, живешь с молодости. И женщине, которая тебя хочет соблазнить со стороны, которая приходит. И он говорит, как бы, если по простому тексту, да, что та женщина, с которой ты живешь с молодости, она, ты тоже с ней можешь найти очень много чем заниматься, да. А та женщина, которая тебя соблазняет, она тебя хочет, она обманывает тебя. Это, как бы, самый простой смысл. Теперь более глубокий смысл, это что есть знания Торы, которые есть, это изначальные знания у Творца мира, а есть философии, которые пришли позже. Понятно, да, разница вот эта вот, на что он сравнивает? Два уровня понимания. Следующий отрывок, двадцатый. И для чего тебе, сынок, он говорит, увлекаться чужой и обниматься с чуждой женщиной? То есть это как имеется в виду что? Что если ты женился, ты можешь жить только с одной женой. Это меня сейчас дети слушают, это чтобы кому понятно, что дети меня тоже слушают. И это им важный такой вот по-простому урок, что жениться надо один раз в жизни. Женился и все, и с ней надо с этой женой жить. Как бы она тебя не, как говорится, Бог создал. Или выйти замуж, что же самое. Эзер Кенекдо, спутника жизни. Женщина это помощник против него. Но, тем не менее, Слом Амелок советует жить с одной женой. Хотя у него было 700 жен. Кстати, интересно, наверное, именно поэтому он и советовал жить с одной женой. Потому что у него было 700 жен, 300 наложниц. 300 наложниц, это наложницы, это те, которыми он с ними не заключил брачную договор. То есть, и поэтому он говорил, надо жить с одной женой только, да. И не увлекаться чужими. Хотя сам он лично брал жен у... Брал он дочерей всяких царей. И он хотел сделать, чтобы был у Израиля мир со всеми. И он женился на дочерях разных царей. Даже женился на дочке фараона. Это как... На бачке? Нет, дочка фараона, которая жила в то время. Интересно, что сейчас тоже как интересно происходит, да. Что у дочка Трампа, дочка Трампа, как ее зовут? Иванка Трамп. Она вышла замуж, она приняла геюр и вышла замуж за кого? За Кушнира. Джаред Кушнир. То есть, он религиозный еврей, у них дети в типах, соблюдают все праздники и все такое. То есть, получается, сейчас Дональд Трамп это как фараон. И получилось, что это Джаред Кушнир, он женился на дочке фараона. А дочка Клинтона, президента Клинтона, вышла замуж тоже за еврея. Марк как-то там, не помню как его фамилия. Но интересно, что вот этот Джаред Кушнир, он религиозный соблюдающий еврей, ортодоксальный. И она прошла дьюр. Они соблюдают шаббат, они... Ну, то есть, они соблюдают Тору. А вот этот вот, который женился на дочке Клинтона, президента, он реформистский еврей. Реформисты они такие. То есть, как бы, не то, что дожелают. Они, ну, типа, да, мы евреи, да, мы в Бога верим, но, как бы, Тору они уже не соблюдают. И поэтому, когда он на ней женился, то у них на свадьбе был раввин реформистик, который, ну, в Толите все было. И, значит, был священник крестьянский. И они стояли под хупой, и этот раввин, значит, им делал свадьбу. Ну, там так интересно, у реформистов, у них же не только... Ну, они, как бы, оставили оболочку, но очень ее сделали смешно. У них, у реформистов, значит, у них и женщины ходят в типе. То есть, ну, вот, как бы, да, то есть, они вместо того, чтобы... Они сказали все строгое, ну, то, что по-настоящему важно. И они важные вещи, они подровняли между мужчинами и женщинами. И у них женщины ходят, как мужчины, в типах и в Толитах. А вот, а потом еще им сделал священник под хупой, их тоже поженил по христианскому обряду. Но, в любом случае, получается, что то, что делал царь Соломон, в наше время тоже происходит. Но он предупреждал, он говорит, не делай этой ошибки, не увлекайся посторонней и с чужой женщиной не живи. Но, опять же, это здесь главное, это смысл философский. То есть, если у тебя есть Тора, зачем тебе нужны другие идеологии, зачем тебе нужны другие философии? Зигмунд Фрейд, ему было плохо, он был... Вот ему по жизни было очень-очень плохо. И он пытался понять, как оно все работает. Он придумал свою теорию, там Зигмунд Фрейд, у него целая теория психоанализ, психологическая теория, к которой пришел другой еврей, звали его Фрид Сперлс. Он изучил психоанализ, был психоаналитик, потом говорит, нет, мне не нравится система описания мира Зигмунда Фрейда. И он придумал дештальтерапию. И он написал книгу о себе. Знаете, как он назвал свою книгу «Автобиография»? Снаружи и внутри помойного ведра. Он сам свою голову назвал помойное ведро. Потому что, когда у тебя внутри нет божественного знания, нет Торы, то голова заполнена помойной, которую льют в тебя какие-то люди, ну, обычно, ну, такие, выдумывают что-то, сумасшедшие. Потому что интересно, что нормальные люди живут по правилам. И поэтому нормальными людьми всегда управляют люди, которые нарушают правила. И чаще всего люди, которые нарушают правила, они какие? Сумасшедшие. И поэтому миром управляют, двигают мир вперед. Люди, которые именно нарушают правила. А большинство людей живут по правилам. Интересно, что когда есть ролик, вот, Стив Джобс, который нарушал правила, и у него ролик его, когда он вернулся в Apple, называется «Думай иначе», «Синг дифферент», «Думай иначе». Он даже слово «дифферент иначе» написал неправильно, не на английском, нужно «дифферент ли», а он написал «дифферент». «Думай иначе», ну, неправильно написал, нарушил правила. И он написал, вот я восхищаюсь этими людьми. И показал людей, и все люди, кем он восхищался, они нарушали правила. Они изменяли правила, они жили по-другому, да? Но все эти люди, они сумасшедшие. То есть между денем и сумасшедшим очень тонкая грань. А Шлома Меллах, он говорит, нет, не нарушай правила, ведь Бог-то, Он создал мир, как ты можешь его правила нарушать? Нарушать правила Бога, это как, ну, как разбежаться и удариться головой об стену. Ты не можешь идти против Бога? И 21-й отрывок, это у нас сегодня будет, наверное, заключительный отрывок. Нет, еще есть два отрывка, значит, может, мы сегодня даже главу закончим. 21-й отрывок, он такой. «Кинохах и неа шем дар кей иш». Потому что присутствуют глаза Бога на всех путях человека. «Веколь мааглатав мифалес». И он подравнивает все его пути. Значит, вот дословно переводится отрывок так. «Присутствуют глаза Бога на всех путях человека. И все его обходные пути, когда он начинает идти по кругу неправильно, Бог подравнивает». Что это значит? Значит, вот, например, человек идет по жизни. Что значит «глаза Бога присутствуют везде»? Написано, что Бог, он читает сердца. То есть, Бог, он внутри мышления. Он читает, он знает все внутри человека. Все его намерения, все его мысли, все его внутренние расчеты. Все Бог видит и знает. И если человек идет по путям Бога, написано «беколь драхеха деу», мы учили, «на всех своих путях познавай его, его волю Бога». «Вы уя ашера архатеха». И он выпрямит все твои тропиночки. То есть, если человек идет, и он хочет идти по путям Бога, тогда Бог выпрямляет все его пути, все тропиночки. Дальше даже там, это в третьей главе говорится, что «птах бе ашем бе коль ле беха, положись на Бога всем своим сердцем, валь бинат ха аль тиша эн, и не полагайся на свою сообразительность». То есть, если ты полагаешься на Бога, хочешь выполнять волю Бога, то Бог о тебе позаботится конкретно. Он выпрямит все твои пути. И здесь это то же самое написано, что Бог, он всегда с тобой. Если ты идешь по путям, по большим дорогам Бога, ты выбрал, все, я иду по пути Бога, по Туре, значит, он, даже если ты сворачиваешь куда-то, он подравнивает тебя. И мы учили, как он тебя подравнивает, как Бог подравнивает тебя, если ты сворачиваешься с пути. И Сурим, правильно, я что знаю. Он тебе дает какие-то неприятности, он тебе дает наставления. То есть, тебе вот то, что мы учим Мишли, это не неприятности, это наставления. И написано, что обычный человек, он неправильный, он презирает Иссурим, мусар, и он отмахивается от наставлений, да, а человек, который хочет жить правильно, он наоборот, он наставления эти изучает, впитывает, и от Иссурим не отмахивается, а их принимает с любовью. И, значит, последний у нас осталось, 22-й, 23-й отрывочек в этой главе, 22-й. Аванатав, Илкедуну, Эт Араша. Значит, Аванот, это грехи, они будут ловушкой для злодея. Убехавлей, Хатато, Итамех. И веревками грехов своих он будет удержан. Значит, тут интересно, без Малбима тут вообще не поймешь. Он объясняет так, есть Аванот человека, это его грехи в мыслях, греховные мысли. А Хатаим, это грехи в действии. И как происходит в начале вещь? В начале у человека появляется вожделение, он хочет сделать что-то запрещенное. У него в голове появляется вожделение, он хочет сделать что-то запрещенное. Ему кажется, что оно будет приятным. И когда он хочет сделать это запрещенное, в этот момент, в этот момент, у него мозг начинает искать, как ему разрешить это запрещенное. И он начинает думать-думать, и иногда, если он знающий Тору человек, ему для того, чтобы разрешить себе запрещенное, ему единственный выход, это отказаться от Бога полностью. То есть он начинает выдумывать, как же ему, но если он знает, что это реально запрещено, он доходит до того, что говорит, «А, нет, у Бога я не верю в Тору, который мне запрещает вот это делать». Это авонот. И они как ловушка для человека, они его улавливают. Греховные замыслы. Но если он уже делает хатаим, если он в действии начинает это делать, оно его связывает как веревка. В каком случае? В случае, если ему вот этот грех приятен, который он делает. Тогда он уже оттуда вылезти не может. Ему нет смысла менять свое мышление. Но если он пока в мыслях еще думает, тут интересно, что грешник в мыслях, он называется Ивэль. Ивэль это от слова улай. Он во всем сомневается. Он такой, о, может да, сказали мудрецы, может нет, может Тора да, может нет. Это сомневающийся. И вот он пока сомневается, потом он, оп, сделал грех. Ему приятно? Все, он уже схвачен, завязан, как в яме лежит. Понятно, да? Это очень важная такая, я раньше этого не знал. И 23-я, последняя в этой главе. Сегодня мы заканчиваем 5-ю главу. 5-я глава. И концовка будет 23-я, 23-й отрывок в 5-й главе такая. У ямут бэээн мусар. И он умрет, и нет для него мусара, нет для него вот этого наставления, оно на него не работает. У бэров и валто и жгэ. И из-за бэров, ров это из-за большинства и валто, вот это вот греховные мысли, подход, да, от слова улай. Из-за его скептицизма и жгэ он будет все время ошибаться. Из-за того, что он скептик, ему приходит мусар, ему приходит наставление. А он говорит, нет, это все случайно, улай, может быть, а может и нет, может Тора правильно, а может и нет, может да, а может и нет. И тогда для него все его уроки, то, что Бог до него стучится, звонит ему там звоночками, помогает и так далее, это все для него как с гуся вода, как говорится. И он так и умрет, не свернув на правильный путь. Вот это нас предупредил Шлома Мэл и дал нам потрясающее объяснение тому, как работает грех. Вначале хочется, потом ты начинаешь себе это объяснять, разрешать, потом ты это, если себе разрешил. Но иногда, если человек знает, ему даже приходится отрицать слова мудрецов, потом слова Торы, потом слова Бога, потом вообще Бога отрицать, чтобы себе разрешить грех. И потом он это делает, и если ему приятно, и дальше он зацепился, как в бетон, а дальше ему начинается Исурим, начинается ему страдание. А он говорит, нет, это не за это, это случайно, это то, это не с этим связано. Баф и все. Я расскажу напоследок короткую историю, как у меня один знакомый, мы все его знаем, он сейчас очень такой соблюдающий человек, он рассказывал, я говорю, когда начал соблюдать, я уже и шаббат соблюдал, и кашрут соблюдал. Но была одна вещь, от которой он не мог отказаться, он очень богатый человек такой, и он очень любил устрицы. И вот он очень любил устрицы, прямо вообще, не мог он от них отказаться, устрицы морепродукты. Он себе так говорил, вот что такое сомнение. Он говорил, ну, откуда в пустыне были устрицы? Там не было устрицы. Поэтому Мошер-Рабену сказал, что можно есть рыбу с чешуей и с плавниками, потому что в Египте, в Речке она была, а устриц там не было. Если бы Мошер-Рабен узнал устриц, то он бы, конечно, сказал, что и устрицы можно. Так он себе объяснял. Потому что устрицы и креветки, просто их там не было в Ниле. Вот он всю тору принимал, кроме устриц и креветок. И вот он как-то прилетает в аэропорт, он летел из Канады через Вену в бизнес-классе. И он специально, он специально, я не говорю, кто это же, да, он специально залетел в самый классный ресторан, там, в который прям вообще очень дорогой ресторан, заказал себе этих морепродуктов, тарелку, сел, покушал, и тут он попадает в больницу. Попадает в больницу, распухает, чуть не умирает. И он думает, наверное, они испорченные мне попались. То есть, вот тут как человек, то есть, если он хочет, он находит себе объяснение, лишь бы не отказаться. И он говорит, наверное, они испорченные. То есть, не может быть, чтобы я вот так вот распух весь. Потом он приезжает, ну, там, еще куда-то он приезжает, и у своих знакомых дома тоже какая-то вечеринка, и он съедает пасту, это макароны с морепродуктами. И опять попадает в больницу. И уже второй раз он сказал, что вот тут я уже понял, что это мне знак от Бога конкретный, что это мне нельзя. Но если бы он третий раз сказал, может быть, опять что-то испорчено, может быть, опять, то если бы он сильно продолжал любить вот эти морепродукты, то третий раз он мог бы не доехать до больницы. Это вот о чем нам сейчас предупредил Шлом Амеллах. Все, дорогие друзья, желаю вам прекрасного, хорошего дня. Учим Тору, живем по Торе, соблюдаем заповеди, и с Божьей помощью, чтобы было всем все хорошо. Сегодняшний урок это для Рифаш Тума, Рифка Бацара, чтобы выздоровела Рифка Бацара, чтобы было у нее полнейшее выздоровление, и чтобы мой Шахайм тоже выздоровел, чтобы было у него полное выздоровление, и чтобы все евреи, которые и не евреи, которые любят Бога, которые хотят идти по путям Бога, чтобы Бог им всем помогал, и чтобы мы точно знали, что Он от нас хочет, и выполняли Его волю, а Он нам давал много-много радости. Все, удачи, успехов, хорошего дня всем. Субтитры создавал DimaTorzok